Добрый день, Анатолий! Послушатели, каких только изобретений не придумал человек, но, пожалуй, нигде не проявилась его склонность к изобретательству, как в проведении бесчисленных войн, изобретении нового оружия и в применении смертной казни. Добрый день. В мире животных смерть одного – жизнь для другого. В мире людей казнь не столько способ предотвратить или наказать за преступление, сколько публичное представление. Только за последние сотни лет были сделаны попытки сделать смертную казнь более быстрой и гуманной, хотя слово «гуманность», пожалуй, здесь неуместно и не подходит. В современном мире смертная казнь применяется довольно редко. В большинстве стран она запрещена. В Америке в год совершается порядка двух десятков смертных казней. Да и высшая мера наказания применяется только к сверхтяжелым преступлениям. Так что многим преступникам, приговоренных к смертной казни, надо ждать в своей очереди несколько сотен лет. В древности и средневековье смертная казнь применялась за преступления, которые кажутся совершенно незначительными по современным понятиям. В Индии человека могли приговорить к смерти за распространение фальшивых слухов или убийство коровы. В Египте, в период, когда кошки были священными животными, любое причинение им вреда обозначало смерть. В древней Иудее могли приговорить к смерти за произносение публично проклятия. В древнем Вавилоне приговорили к смерти за продажу некачественного пива, а в Ассирии и того хуже, если парикмахер сделал плохую прическу. Лжесвидетели тоже платили своей жизнью. Не отставала и христианская церковь, сжигая живыми еретиков или ведьм на кострах. Наиболее древний смертный приговор записан в так называемом Амхерст-папирусе, датированном полторы тысячи лет до нашей эры. Был осужден какой-то человек за черную магию. Он должен был сам выбрать себе и осуществить смертный приговор, или выпить яд, или заколоть себя кинжалом. Римских граждан казнили и за серьезные преступления, и по мелочам. Так в юридическом кодексе предусматривалась смертная казнь за публикацию клеветы или за пение оскорбительных песен в отношении высокопоставленных лиц. Кстати, в современной России новый закон, конечно, намного мягче. За оскорбление высокопоставленных лиц или клевету на них по первому случаю выносит человеку только штраф. В Риме существовал закон о применении смертной казни за нарушение ночного покоя граждан. С ранних времен жестокость проведения смертных приговоров рассматривалась как средство предотвращения преступлений. И, как писал римский историк Квинтилиан, специально выбирались общественные места, где собиралось много зрителей, чтобы казнь преступника наводила на них страх. К сожалению, история многократно повторяет одну и ту же истину, что публичные казни никогда не снижали уровень преступности. В древности широко применялся закон «Око за око, зуб за зуб». Например, в Вавилоне, если плохо построенный дом рухнул и убил хозяина, то, значит, казнили того, кто его строил. Если под обломками рухнувшего дома погиб сын хозяина, казнили сына строителя. Женщины, конечно, ценились намного меньше. Если погибала жена хозяина или его дочь, то строители просто штрафовали. Тысячу лет назад повешение применялось... Тысячу лет подряд повешение применялось в основном для людей низшего сословия. Аристократия. Им, аристократам, конечно, рубили голову. Это было более почетно. Так, во время правления английского короля Генри VIII он правил 46 лет. С 1509 по 1547 год было повешено за разные виды преступлений более 70 тысяч человек. Все казни были публичные. Мы часто говорим о жестокости и зверствах русского царя Ивана Грозного. Он тоже царствовал 43 года. Это он разорил и уничтожил процветающий Новгород. Это он вырезал древние российские боярские роды. Никто точно не знает количество его жертв. Но, пожалуй, они не превосходят количество повешенных времен английского короля Генри VIII. Другое дело, кто за что пострадал. Человек всегда боится боли. Но были времена, когда принятие сознательной мученической смерти считалось достойным этого. Так первые преследуемые христиане считали, что такую смерть, как это наиболее вознаграждение в следующей загробной жизни. Мученическую смерть принял святой Стефан в Иерусалиме в 35 году н.э. Согласно деньгам апостолов, святой Стефан был человеком веры и показывал множество чудес, и резко осуждал распятие Иисуса Христа. Он был осужден и приговорен к смертной казни через побитие камнями за стенами Иерусалима. На этой казни присутствовал апостол Павел. Для первых христиан такая мученическая смерть за веру стала символом примера. Римляне, распявшие Христа, были не первыми, кто изобрел такую зверскую форму смертной казни. Они взяли ее у финикийцев. Это древний народ, живший на территории современного Ливана и Сирии, Израиля. Это они, финикийцы, сделали бесценный подарок западной цивилизации. Они подарили нам алфавит. Финикийцы были блестящими мореходами, торговали знаменитым ливанским кедром, из которого царь Соломон построил храм. Они же первые изобрели пурпурную краску для одежды, которые они извлекали из особой породы устриц, и которая так ценилась на Ближнем Востоке. Их город Байблос был крупнейшим торговым портом, из которого папирус везли в Египет и Грецию, и который навечно вошел во все языки в словах «байбл», «библия», «библиотека». От них распятие преступников на кресте перешло в Египет, потом в Персию, Карфаген и Рим. В Карфагене распятие было не только формой наказания преступника, но и каким-то ритуальным действием, каким-то ритуальным обрядом принесения жертву своему высшему языческому богу Ваалу. Во времена Христа Рим широко применял распятие с целью принесения наибольших страданий и устрашений. В основном оно применялось в отношении рабов, наиболее злостных преступников, но те, кто мог доказать свое римское гражданство, имели право выбрать и другой вид казни. Вначале так называемый крест был только просто вертикальной балкой, которую привязывали осужденного и оставляли его умирать от жажды и голода. Позднее римляне изобрели три ряда креста. Зекрас Камиса, его форма это как буква Y. Зекрас Декасата, это Андрейский крест, буква Х русская или Х английская, и тот, на котором был распятан крестон, Краст и Мисса, буква Ти. Вне зависимости от формы креста, распятие проводилось в порядке, предписанном законом. Вначале приговоренного к распятию стягали кнутом, издевались, а затем до увеличения страданий под гожу загоняли специально мелкие осколки острых костей. Преступник сам был обязан нести крест к месту казни. Обнаженного преступника, он был только в набедренной привязке, привязывали к кресту. Если преступление было тяжелое, прибивали гвоздями. Гвозди заколачивались не в ладони, а в запястье между двумя большими костями рук. Ступни приколачивались к специальной подставке, чтобы препятствовать обвисанию тела. Современники этой жуткой казни писали, что иногда распятые люди еще оставались в живых два-три дня, мучаясь в агониях. После смерти и крест, и тело казнимого сжигались. В самом Риме распятие не применялось, но было широко распространено в римских провинциях и покоренных землях. Иногда, как это было в случае с апостолом Петром, распятие проводили головой вниз. В Римской империи распятие было отменено специальным декретом императора Константина аж в 315 году нашей эры. Однако спустя тысячу лет распятие было проведено во Франции, когда французский король Луис VI приговорил к такой смертной казни графа из провинции Фландерс, который пытался совершить на него покушение. В средневековой Англии применялся еще один не совсем обычный способ смертной казни. Пьера Форте Эддюре – дословно долгая, продолжительная боль. Средневековья славила своей жестокостью. Пытки применялись повсеместно, и почти в каждом замке аристократа была комната пыток. Согласно специального эдикта, этот эдикт назывался «Де Херектик Камбу Рендина», он применялся в Англии более 300 лет, с 14 по 17 век, осужденному на грудь клали огромные камни, затруднявшие дыхание, и добавляли вес, пока человек не сознавался во всем, даже в преступлениях, которые он не совершал. Со временем эти камни, во времена царства Генрия IV, вместо камней стали применяться какие-то металлические диски, типа того, как в современной штанге. Сохранилось описание такой пытки в отношении некой женщины, Едуанны Квык, которую осудили за оскорбление короля. Эту практику прекратили только в 1741 году, последний был Генри Круг, осужденный за грабеж. Я уже упоминал английского короля Генрия VIII, когда за время его правления было повешено более 70 тысяч человек. Он же выпустил указ в 1531 году о применении смертной казни путем сварения человека в кипящей воде. Первой жертвой был повар кардинала Ротчестера, которого обвинили в попытке отравления кардинала. Этот повар приготовил специальный соус, в который он добавил смертельный яд, хемлока. Отравилось 6 человек, трое из них умерли. Кстати, вот этим ядом этот яд выпил по приговору афинского суда знаменитый философ Сократ еще в глубокой древности. Этого английского повара притащили на городскую площадь, где уже стоял огромный котел с кипящей водой, и бросили его туда. Бедняга кричал почти час. В начале XVIII столетия английский юрист Вильям Блэкстоун выпустил четырехтомный комментарий к своду легальных законов Англии, в котором и приводится этот королевский указ. Казалось бы, хуже смертной казни уже быть не может. Но было. В Древней Руси и во времена Чингисхана осужденного к смерти привязывали за руки и ноги к лошадям, хлистали их, и те разрывали человека на части. Применяли четвертование на дыбе. Так казнили на Красной площади во времена Екатерины Пугачева, когда палач отрубил ему руки, ноги, а потом и голову. Вообще Красная площадь в Москве, она и называется Красной, ибо на ней проходили публичные казни, и было пролито много крови. Повешение. Древний способ применения смертной казни. Применялся он почти во всех странах мира. Он даже упоминается в Библии, во второзаконии, где сказано, что тот, кто проклинает Бога, должен быть повешен, и тело его должно висеть на дереве всю ночь, а быть погребено только днем. Для казни широко использовались ветки деревьев. Вот это наше английское слово галоус, виселица, восходит корнями к индоевропейскому гал, сук дерева, на котором подтягивали жертву с помощью веревки. В староанглийском языке даже дерево с крепкими ветвями так и называлось галк-три. Вначале повешение было мучительным процессом. Петлю на шею осужденного набрасывали на земле, а затем тело тянули вверх. Затем стали использовать лестницу. В 17-м столетии стали использовать запряженную лошадь, лошадью тележку. Осужденный стоял на ней, затем лошадь начинали хлистать, и она убегала. Перед смертью узник мог произнести несколько слов. Эксперименты с повешением продолжались. Вместо лошади и тележки стали возводить платформы. Приговоренный к смерти стоял на люке, который открывался вниз. Тело падало, мгновенно происходило удушение. Так были казнены гитлеровские преступники по приговору Нюребровского трибунала. Были казнены участники убийства президента Линкольна. По пригазу Гитлера участники заговора против него 44-го года были повешены, но не с использованием веревки, а металлических струн от рояля на специальных крюках, чтобы на несколько минут продолжить их мучения. Еще одна форма применения смертной казни, но уже без приговора суда, а по приговору толпы. Носит она название суд линча, линчевания. Вообще тут есть среди историков как говорят разные мнения. Одни говорят, что оно названо это слово по имени судьи штата Вирджиния Чарльза Линча, который вошел в историю по вынесению несправедливых приговоров. Но есть и другая кандидатура. Это имя капитана Вильяма Линча, известного по совершению множества актов насилия против британских солдат и тех, кто им симпатизировал во время войны за независимость Америки. Он даже организовал отряд своих сторонников, где они без суда выносили приговоры. Человека, руки которого были связаны за спиной, сажали на лошадь, набрасывали веревку на шею, другой конец привязывали к ветке дерева и хлистали лошадь. Вопреки распространенному мнению, что жертвами суда Линча были черные, это далеко не так. Незаконным приговорам толпы подвергалась и это и белая. Например, в Сан-Франциско во времена золотой лихорадки и царившего там беззакония толпа линчевала многих коррумпированных городских чиновников. Но а на Диком Западе, где официальной власти практически уже не было, граждане проводили суд сами и приводили исполнение этого приговора сами. Они линчевали бандитов. Первое отделение куклы Скалана появилось в 1866 году с целью держать контроль над американским югом после гражданской войны, чтобы этот контроль оставался в руках белых протестантов. Больше всех от их рук досталось конечно черному населению. Общее количество линчеваний начиная с 1882 года составило более 5000 человек. Начиная с 1890 года с установлением федеральных органов власти линчевание почти прекратилось, хотя отдельные случаи были еще вплоть до 30-х годов 20-го века. Последний такой случай произошел в 1946 году в Уолсон Каунти штата Джорджия. Смертная казнь путем отрубания головы. Казалось подалекое прошлое, но совсем месяц тому назад в Саудовской Аравии было публично казнено таким способом 37 человек. Практически эта практика идет из глубокой древности. И греки, и римляне рассматривали такую казнь как наиболее приемлемую, особенно для лиц более высокого происхождения. Греческий историк Ксенофон своей военной истории Аннабасис даже рассуждает какой способ лучше отрубить голову топором или саблей. Считает, что топором лучше. Знаменитый римский оратор Цицерон, приговоренный к смерти в 43 году до нашей эры, за то, что резко выступал против союза Антония и Октавия, выбрал для себя меч, чтобы ему голову отрубили мечом. Римляне называли такую казнь деколатио или капитис ампутатио. Кеп на латыни это голова, отсюда и наши слова. Капитан это голова корабля, голова корабля, кепка, то, что мы носим на голове, капитолий, это главный холм в городе, ну а слово ампутатио вы уже догадались, ампутировать, отрезать, отрубать. Отрубание головы стали практиковать в Англии в 11 столетии, привез эту казнь туда из Нормандии, видим завоеватель. Так и началась английская традиция, для простолюдинных в повешении, для аристократов отрубали головы. Был выработан даже специальный этикет, как никак на эшифот сходили и короли, и архиепископы. Давайте вспомним некоторые из них. Томас Мор, 1535 год. Томас Мор, он был лондонский архиепископ, и он отказался признать законность брака короля Генри Восьмого с его второй женой Анной Болын, за что и был посажен в Тавуров, Лондон, где провел перед казнью 15 месяцев. Взойдя на эшифот, он сказал, я всегда был хорошим слугой короля, но для меня Бог превыше всего. Он обратился к собравшейся толпе с таким обращением, а потом он сказал палачу, не бойся выполнять свою работу, у меня короткая шея, обрати на это внимание и ударь точно. В то время голову осужденного обычно одевали на стержень лондонского моста, но вот на сей раз голова Мора привлекла к себе такое внимание, что по мосту нельзя было не проехать и не пройти в течение двух дней. Анна Болин, это знаменитая вторая жена того же английского короля Генри Восьмого, первая его жена была Екатерина Арагонская, это с нее все началось, когда он решил с ней развестись Екатериной Арагонской, у нее-то не забывайте, у нее ее папа был испанский король, а дядюшка ее был значит император Священной Римской империи, вот такая у него у Генри была первая жена Екатерина, но он решил с ней развестись, обратился к папе, ну папа конечно римский, испугавшись таких родственников, отказал ему в разводе, тем паче, что католическая церковь вообще разводы не приветствовала, ну тогда Генри решил этот вопрос по-своему, ах ты не хочешь папа меня не разводить, ну ладно, тогда я разведусь с католической церкви, и он назначил себя главой католической церкви в Англии, эта церковь с тех пор со времен Генри VIII стала называться Англиканской, значит англиканская церковь, у нее все католические обряды, но главой церкви считается король или королева Англии, так вот, в 1536 году, значит, когда он все же женился на Анна Бойлин, Анна Бойлин, это было придворное при его первой жене, при Екатерине Арагонской, вот, и тогда буквально она побыла королевой, это почти что два года, и ее потащили опять на эшифот, за то, что она не могла родить королю наследника мужского пола, а это Анна Бойлин уже была матерью, будущей знаменитой английской королевы Елизабеты I, официально ей было предъявлено обвинение в измене королю, якобы она имела несколько любовников, судим это показалось мало, ей предъявили также обвинение в заговоре с целью убийства короля, что автоматически предсматривало смертный приговор, Генри, который уже спал с одной из других придворных дам, Джейн Сеймур, разрешил несчастной Анне самой выбирать палача из ее родного города Каласиса, в 20 лет Анна уже была любовницей короля, в 26 лет стала королевой, а в 29 стала его жертвой, взойдя на Ишифот, она отказалась осудить короля, сказав, что и отказалась осудить тех людей, которые лже свидетельствовали против нее, и сказала, я молю Бога, значит, спасти нашего милостивого короля, и даровать ему долгое царствование, как перед смертью молить Бога, чтобы даровал милость королю, а вот в чем под словами милость, она имела ввиду только, чтобы ей отрубили голову, ибо ее родного брата, лорда Рочерфорда, четвертовали на дыбе, ну, пришло время у нас для небольшого прижива, и продолжим историю смертной казни, присоединяйтесь. Ну что же, уважаемые господа, дамы, мы возвращаемся в передачу Яна Йофе, страничка Америки, ой, прошу прощения, страничка истории, в этом сегменте, как обычно, Ян любезно согласился ответить на ваши вопросы, комментарии, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847, 400-5200, ну, а пока вы собираетесь с мыслями, Ян, продолжайте, пожалуйста. Вообще, английская история знает очень много случаев отрубания голов, особенно женам английского короля Генри Восьмого, так, например, это Екатерина Хавард, это была пятая его жена, Е, отрубили голову, отрубили голову и леди Джейн Грей, которая была королевой Англии только 9 дней, ей было 16 лет, девочки, ее обвинили в заговоре против ее соперницы за трон католической королевы Марии I, Стюарт, она, это жертва политических интриг, ее заставили принять корону, а затем казнили вместе с ее мужем, бедная девочка, когда сходила на шифот, она увидела, как палачи уже несут голову, отрубленную голову ее мужу, ее мужем, ну, в общем, хватало в Англии, рубали головы, потом пришло время, когда Елизавета I зашла на трон, приговорили к смерти католическую королеву Марии Стюарт, она была королевой Шотландии и Франции, в общем, хватали, пришло время, и во времена Кровинской революции рубить голову и королю, так что хватали, но на этом дело отрубание голов не закончилось, ведь человечество не может стоять на месте, нужен какой-то прогресс, вот, и этот прогресс состоялся, это он пришел во время Французской революции, Гильотина, первая казнь 25 апреля 1792, гильотина, Гильотина, ужасно, значит, ну, в смысле, быстрая такая, быстрая, мгновенная казнь, это символ Французской революции, быстрая, эффективная и безболезненная казнь, вопреки распространенному мнению, что ее автором был французский врач Иосиф Гильотин, это неверно, Гильотин не изобрех это приспособление, просто он был центральной фигурой французской, французского парламента, который все время в своих выступлениях поднимал вопрос, что нужно ввести какой-то более эффективный способ казни преступников, чем неповешение, а изобрели это, это нужно какое-то механическое приспособление, и вот он в каждом выступлении все время твердил, что раз у нас происходит французская революция, значит нам нужна какая-то легкая безболезненная казнь, вот, и такой закон они приняли, это в 1789 году, а в действительности вот эту гильотину машину изобрел французский хирург доктор Антуан Луис, и значит еще один человек, он владел небольшой мастерской по производству всевозможного рода инструментов, и он обладал знаниями под каким углом и как затачивать режущий инструмент, звали вот этого второго человека Тобинс Шмидт, вот они вместе, этот французский хирург и вот этот Томи Шмидт изобрели это изобретение, 25 апреля 1792 года в 3 часа по полудни на площади Девиль в Париже собралось 3000 зрителей, казнили грабителя Николаса Пелеттиера, на казни присутствовал и доктор гильотин, который остался доволен эффективностью новой машины, собравшись от толпи, он сказал, что жертва ничего не почувствовала, слегка легкое прикосновение какого-то ветерка к шее, вот, через неделю в Париже уже продавались игрушки, игрушечные модели гильотины, и продавались они как сувениры, было ли изобретение Луиса и Шмидта оригинальным, конечно, нет, они просто усовершенствовали старые машины, в которых нож часто застревал в направляющих, и которые уже применялись в Европе более двухсот лет, в течение всего периода французской революции было гильотировано 2498 человек, повторяю эту цифру, значит, 2500 за три года французской революции, а вот сталинские палачи, конечно, они могли бы посмеяться, вот такую работу, которую французы выполнили за три года революции, сталинские палачи выполняли за один-два дня, то, что тем понадобилось три года, этим понадобилось два дня, вот поэтому и Сталин пользуется такой огромной популярностью в России, Сталин, он же выдающийся, это же выдающийся, самый выдающийся человек в истории России, недаром есть выражение, что чем больше ты людей перекалечишь, тем больше ты себя увековечишь, мы проклинаем столетиями весь мир, эту французскую революцию, за ее кровожадность, это же надо за три года казнили две с половиной тысячи человек, вот бы они знали, что произойдет в России, после, значит, первой казни гильотина, через девять месяцев этого дебюта состоялась еще одна казнь, 21 января 1793 года отрубили голову французскому королю Луи 16, Людвигу 16-му Людовику, на Ишафоде он произнес краткую речь, я умираю невиновным и прощаю тех, кто виноват в моей смерти, и молю Господа, чтобы кровь, которая сейчас прольется, не проливалась бы больше во Франции, пусть она сцементирует счастье нашей страны, в том же году, 16 октября, отлетела голова и его жены, королевы Марии Антуанетты. Перед смертью она случайно наступила на ногу палача, и ее последние слова были «Монсеньер, прошу прощения, это была случайность». Изобретателю значит так, что вот эта гильотина во Франции работала со времен французской революции последняя казнь, если мне память не изменяет, состоялась во Франции уже в наше время, это был 1964 год, после этого гильотина больше не применялась. Но и гильотина изобретения человечества не закончилась. 6 августа 1890 года в Нью-Йоркской тюрьме на электрическом стуле был казнен Вильям Кэмлер, который убил свою любовницу Тилли Зеглорф. На этом событии присутствовала куча докторов, окруживших электрический стул. Первый удар тока продолжался 17 секунд, но Кэмлер оставался жив. Пришлось повторить, администрация тюрьмы была в растерянности. Второй удар тока продолжался несколько минут. На следующий день вся американская пресса не готовала. как же можно так мучить человека на электрическом стуле. Потом после этой первой казни последовали еще, они были более успешны. А затем 27 июня 1893 года опять неудачи и опять негодование против применения электрического стула. За всем систему уже отладили и она работала исправно. А уже в 1903 году опять прокол казнили некого Фреда Вормера. Уже его казнили, все там присутствующие признали, что человек мертв, тело отнесли в морг и там уже в морге вдруг это казненный на электрическом стуле начал подавать какие-то признаки дыхания. Пришлось обратно его возвращать на электрический стул. через 30 секунд он уже был мертв. Еще дальше, конечно, в изобретении массовой человеческой казни пошли гитлеровской, нацисты гитлеровской Германии с их газовыми камерами и применением цианистого коалия циклона Б. Тут уже не смерть одиночек. Восьменцами убивали две, две с половиной тысячи человек в день. Через специальные отверстия в потолке в камере нагнетали смесь цианистого калия и кристаллов серной кислоты, образовавшейся вот этот смертельный газ. Мучительная, организирующая смерть в течение несколько минут. Потом трупы сжигали в крематориях. А вот уже опыт, нацисты этот опыт применения отравляющих галлов взяли из Первой мировой войны, уже в 16-м году в Первой мировой войне впервые были применены боевые отравляющие газы. Ну, можно еще долго рассказывать о дальнейших попытках человечества усовершенствовать смертную казнь, можно говорить и о смертельных инъекциях, по-прежнему опыты ставятся. Вопрос сейчас вот я не знаю как ваше мнение, но почти во всех европейских странах смертная казнь отменена. В России действует мораториум, там не отменена официально, но мораториум на применение смертной казни действует. Вопрос вот чем заключается. Ну, в Америке с ярыми сторонниками применения смертной казни являются американские лойеры, которые подают апелляции за счет государства осужденных к смертной казни. Такие лойеры получают миллионы долларов, вот, учитывая, что это может продолжаться и 10, и 15, и 20 лет апелляции, 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 а всего в год происходит в Америке порядка 20 смертных казней, а сегодня в смертном ряду таких около 2000 преступников, ну, можете посчитать, сколько этому 2000 в очереди придется, сколько сотен лет он будет сдать своей смертной казни. Поэтому, с одной стороны, вроде как смертная казнь, как устрашение, как высшая мера наказания, а с другой стороны, даже вот то, что я вам рассказываю, времена средневековой Европы, когда казнили десятки тысяч человек за любые преступления, английский уголовный кодекс шестнадцатого семнадцатого века, предусматривая более трехсот видов преступлений, за которые предусматривала смертная казнь. Вот и стоит вопрос, нужна ли вообще смертная казнь сегодня. Дело в том, что во многих странах, в том числе и России, как-то я читал на интернете интервью с одним преступником, которого у них в России сейчас смертная казнь заменена пожизненным тюремным заключением, так этот человек просит, чтобы его казнили, потому что просидеть всю жизнь в одиночной камере, ну там площадью может три или четыре квадратных метра, когда тебя в сутки выводят только на один час в прогулке может быть смертная казнь, это и более эффективный способ, и более лучший и для, а может быть вот такая медленная смерть в одиночной камере. трудно сказать, мнения как всегда разделяются, одни считают, что смерть и казнь необходимы, потому что есть такие чудовищные ужасные виды преступлений, что просто ну не поднимается, как говорят, чтобы человек не хочется, чтобы этот преступник оставался в живых, а с другой стороны, как предохранительное средство или устрашающее смертная казнь не работает, может в Саудовской Аравии работает, вот я же вам рассказал, в прошлом месте 37 человек отрубили голову, может там оно и помогает. Пожалуй, я на этом закончу не совсем нашу сегодня такую передачу немножко, но это уже история, история смертной казни. Не только история, это просто нужно знать и для общего, хотя бы для общего развития, ну а в основном вот именно смертная казнь, это действительно сегодня, это очень такой животрепещущий вопрос, нужна она или не нужна, поэтому интересно знать историю. И хотел бы, да, я поэтому и рассказал вам историю, ну конечно, может, эта тема бесконечна, можно рассказывать и более подробности всех этих дел, но я в общем хотел вам нарисовать картину, что человеческий ум насчет смерти изобретений у него было предостаточно. А вам я желаю для верующих христиан, всего же Пасху вы уже отпраздновали, куличи съели, но сегодня начинается эта светлая седмица, пасхальное продолжение пасхальной недели, так что если у кого что осталось, можно праздновать. Всего вам добро. Спасибо огромное, Ян, до следующих встреч, будьте здоровы, дорогие друзья, ну а мы скоро вернемся с нашими следующими программами, оставайтесь с нами.